МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Янаульского телевидения информационный выпуск новостей. В студии Алсу Щепотева. Здравствуйте. До начала весеннеполевых работ осталось не так много времени. Сейчас в хозяйствах нашего района идет полным ходом подготовка к СЕВУ. С середины марта начались плановые проверки технического состояния автотранспорта агропромышленного комплекса. 24 марта сотрудники Ростехнадзора побывали в обществе с ограниченной ответственностью Агроэм. Подробности далее. Как отмечают специалисты предприятия, в последние годы они смогли пополнить автопарк новой техникой. Теперь ее количество достаточно для ведения полевых работ. К проверке готовились заранее. Все машины находятся в исправном состоянии. Зимой обслуживали трактора. Некоторые были на хранениях новые, как Кировец. Остальные работали, дорогу чистили. В это же время параллельно ее ремонтировали. Готовили технику на пассивные работы. Имеется новый трактор, как Кировец. Агромаш ТГ-90. Техники пока, будем считать, хватает. Сейчас цены выросли. Да и запчасти сейчас несколько раз по ценам выросли уже. Некоторые сами наплавляем, растачиваем. Вместо новых старых отреставрируем, ставим. Задействование для пассивных, весельно пассивных работ больше 20 человек. Это включая слесарей, сварщиков, кузнецов, токарей. Все работают дружно. Ни с кем не ссоримся. Друг друга понимаем. В осмотре участвовало 10 единиц техники. При проверке особое внимание инспекторы уделяют соблюдению порядка допуска лиц к управлению транспортом, наличию всех необходимых документов, исправности блокировок при запуске двигателя, работе световых приборов, рулевому управлению, состоянию шин. Для определения дымности отработавших газов инспекторы используют прибор КИТ-2. Совокупность всех критериев дает полную картину готовности автотранспорта к работе. Вся техника в исправном техническом состоянии. Замечаний нет. Вся техника прошла технический осмотр. На сегодняшний день предоставили на технический осмотр трактора фирмские хозяйства. ООО «Победа», СПК «Дружба», ООО «Юлдаш», ООО «Агрофирму Рода». Технический осмотр продолжается. Примерно на утро сегодняшнего дня, с учетом вчера последних техосмотров был ООО «Юлдаша», показатель от зарегистрированных машин 34%. С учетом ООО «Агроэм» показатель 38% сегодня поднялся уже. То есть сегодня у нас в дальнейшем это еще СПК «Восток». Соответственно, тут тоже предприятие готовит технику на высоком уровне, что, допустим, у нас «Дружба», «Агроэм» и «Восток». Это предприятие, которое очень относится к технике так, что не выставляют на техосмотр неисправные машины. То есть если техника неисправная, то просто ее не выставляют. То есть за техникой следят на высоком уровне. Также особое внимание это блокировки запуска двигателя. Хоть сейчас и не осталось практически тракторов в хозяйствах с пусковыми двигателями. Все тракторы заводятся стартером, но так как именно этот пункт написан кровью, то есть очень много людей погибло именно из-за этой блокировки, поэтому мы ее проверяем. Потому что сейчас, если на отечественных марках тракторов продолжается так же, при включенной передаче не производится пуск двигателя, то есть блокировка идет стартера. А, допустим, если это иномарки, то там, пока не выжато цепление, то же самое машина не запускается. То есть по всем параметрам, чтобы трактористы наши были живы, здоровы. До 1 апреля вся техника в хозяйствах должна пройти техосмотр. В случае, если были выявлены какие-то нарушения, то у аграриев будет время исправить недочеты и повторно пройти техосмотр до начала пассивной. Гуляра Ситтикова, Булат Шардинов, служба новостей Янаульского телевидения. Республиканский этап Олимпиады для детей дошкольного возраста «Мы, гагаринцы» собрал самых сильных, умных, ловких и эрудированных дошколят со всех уголков Башкирии. Олимпиада проводилась по трем направлениям. Интеллектуальная Олимпиада, физическая культура и конкурс рисунков «Мой космический мир». В числе победителей и наши янаульские ребята. Потому что они живут в космосе. И ты хочешь с ними? Что сделаешь? Познакомиться? Во всех детских садах по всем направлениям сначала прошли локальные этапы. В них участвуют все воспитанники. Затем комиссия выявляет победителей. Лучшим рисунком признали работу воспитанницы детского сада номер 7 Розалины Фатиховой. Она представила наш район уже на Республиканской Олимпиаде. Дети рисовали на тему освоения космоса и исследования тайн Вселенной. Розалина очень любит рисовать в различных техниках. Ее работы яркие и красочные. А помогает ей педагог Анжела Негоматшина. В своем рисунке я показала свою мечту, в которую хочу попасть хотя бы на минуточку. Я хочу познакомиться и подружиться с этими героями, которых зовут одноклассик и двухклассик. Я точно верю и знаю, что они существуют и живут в космосе. Я точно встречу их. С детьми мы готовились к Олимпиаде. Читали сказки, рассказы про космос. Проводили беседы, викторины и, конечно, рисовали. Используя нетрадиционные техники рисования. С Розалиной мы выбрали нетрадиционную технику рисования, метод тычка губкой и набрызг. Розалина очень постаралась и заняла третье место в республике. Пожелаем нашей Розалине дальнейших творческих успехов и, конечно, побед. Уже четыре года призовые места по направлению физической культуры занимают воспитанники Инги Ардугановой. В этом году наш район защищали Элизабет Аюпова, Сергей Франковский и Венат Кашапов. Ребятам предстояло выполнить пять тестовых заданий. Челночный бег, прыжки в длину с места, бросание набивного мяча, наклон вперед, уголок. Каждое из упражнений требовало от детей гибкости, ловкости и, конечно, хорошей физической подготовки. Я каждый день уголок держу, мяч кидаю каждый день, и наклоны, и мяч кидаю. Все это я делаю в деревне, и тут, в Сенгар-Зимовной. И моя мама спортсменка, и я должен быть спортсменом. Мама не подводить. По итогам Олимпиады Республиканская Франковский Сергей занял второе место, Аюпова Элизабет заняла первое место, а Кашапов Ренат стал лауреатом. Франковский Сергей, он очень быстрый, очень ловкий, и все физические качества у него преобладают. Аюпова Элизабет тоже умничка большая, она тоже быстрая, очень гибкая девочка, очень старательная. Наук, планшет, польщик, печенье, чукопаи. В садике «Чебурашка» младшая группа занимается по программе «Детский сад 2100». Это единственная инновационная площадка в Янауле. Воспитатели Эльмира Шаихметова вместе с ребятами углубленно изучают математику и грамматику. Румир Ахмадулин занял первое место в регионе в интеллектуальной поле Олимпиаде. Задания направлены на проверку уровня логического мышления, развитие математических способностей и речи. Там были задания разные. Задания, которые мне было трудно, это задача. Там было три удлинителя, и у каждого удлинителя три розетки. А на стене была одна розетка. И там было. А там нужно было зарядить как можно больше телефонов. И там был ответ верный всем. Удлинить лет три, а удлинить ли можно с удлинителями. Румир ходит в наш детский сад с двух лет, с первой младшей группы. Он очень любознательный. Любит решать сложные задачи на логику, эрудицию, смекалку. Головоломки решает, ребусы решает. Интересуется он лего-конструированием, посещает наш кружок, который работает в детском саду робототехники. Интересуется спортом, знаменитых спортсменов знает. Интересуется также он и астрономией, и географией. Хорошо играет в шашки, в шахматы. Даже в карты меня обыгрывает. Потом не боится он трудностей. Любит узнавать новое. Нового не боится. Упорно добивается поставленной цели. Не любит, когда ему помогают. Только надо его поддерживать. По площадке детский сад 2.100 занимаемся только мы. Наша группа только. Надеемся в будущем. Она у нас только проходит апробацию. Наверное, с нового учебного года включатся остальные группы. На нашей группе мы попробовали, апробировали. Со второй младшей группы до подготовительной. И хорошие результаты мы получили. Хорошо ребята выступили на Олимпиаде. Мы гагаринцы, показали отличные результаты. Поэтому думаем, что остальные наши группы тоже подтянутся. Будут включать в свою работу эту программу детский сад 2.100. На республиканском уровне маленькие и на улице участвуют уже 7 лет. Эти соревнования помогают развивать художественные, интеллектуальные и физические способности детей. Это огромная работа и воспитателей, и родителей. К интеллектуальной Олимпиаде подключаются и педагоги, психологи. Учителя-логопеды также не остаются в стороне. Ну и по итогам республиканского этапа Олимпиады и всей Олимпиады в целом подводится итог командной работы. И вот на протяжении 6 лет мы уже дважды становились обладателями кубка. Наш район, вот и в прошлом году мы заработали кубок. В командный зачет, что это такое вообще, какие критерии определения командного зачета? Это прежде всего охват детей. Охват детей Олимпиадой у нас составляет 83% из всех воспитанников. То есть практически все дети 5-6 лет у нас принимают участие в этой Олимпиаде. Это один критерий. И последующие критерии – это уже наличие победителей, призеров, там первых мест, вторых, третьих. Надеемся, что в этом году тоже у нас будет кубок. В мае все победители и призеры вместе с наставниками поедут в Уфу на церемонию награждения. Детям нравится участвовать в Олимпиаде. Эти состязания дают возможность школьникам применить приобретенные знания и дальше развивать свои способности. Эльмира Хузиева, Булат Шардинов, Служба новостей на Ульского телевидения. Общее количество пациентов с подтвержденным коронавирусом с начала пандемии в нашей стране составляет 17 млн 690 тыс. человек. В Башкортостане – 272 тыс. 215 тыс. В России – 25 тыс. 378 тыс. инфицированных за сутки. В регионе выявили 678 новых случаев заражения. О ситуации с COVID-19 в нашем районе рассказал врач-эпидемиолог Александр Березин. По состоянию на 24 марта в Янаульском районе эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции стала наиболее благоприятной. Регистрация случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Янаульском районе значительно снизилась и идет на спад. По сегодняшний день с начала месяца выявлено более 200 пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией. Из них 5 пациентов получают необходимое лечение в госпитале города Нефтекамск. Остальные 39 находятся на амбулаторном лечении с легким течением заболевания. В нашем районе продолжается прививоченная кампания населения против ковида. На данный момент за весь период поступило 29 446 тысяч ТОС-вакцин. Привито первым компонентом 28 654 жителей района, вторым компонентом 26 835. В наличии на данный момент имеются гамм-ковид-вак и кови-вак. Напоминаю, что ревакцинация от новой коронавирусной инфекции проводится через 6 месяцев после вакцинации. Прививочный кабинет работает в 7 недели, кроме воскресенья, с 8 до 20 часов. Вакцинация проводится в приивочном кабинете поликлиники, на ФАП и СВА. Несмотря на улучшающуюся ситуацию, настоятельно рекомендую населению района продолжать соблюдать меры профилактики против новой коронавирусной инфекции, носить маски и соблюдать дистанцию во избежание повторного роста заболеваемости. Будьте здоровы! По статистике, каждый день от туберкулеза умирает более 4 тысяч человек. Ежегодно 24 марта в мире отмечается День борьбы с туберкулезом. Это заболевание остается одной из самых смертоносных инфекций. Существует три основных метода выявления этой болезни. Первый – это туберкулин-диагностика. Второй – бактериоскопическое исследование мокроты. И третий – способ – флорографическое обследование. О симптомах болезни и мерах профилактики нам рассказала врач-аптезиатор Оксана Петраева. Путь передачи туберкулеза – это воздушно-капельное основное, также и воздушно-полевое. То есть при чихании, кашле, разговоре больной человек выделяет в окружающую среду своими частичками мокроты аэрозоль, которые вдыхает здоровый человек. Инкубационный период у нас длительный, составляет от трех месяцев до года. Туберкулез не имеет ярко выраженных симптомов. В основном люди начинают жаловаться на быструю утомляемость, слабость, упадок сил, беспокоит их повышенная подпотливость в основном ночное время суток. Также отмечают плохой аппетит, похудение. Появляется кашель длительный, также может быть кровохарканье, боли в грудной клетке и повышение температуры до 37-37,3 градусов. Все это в основном списывают на простудные заболевания и бронхиты. Поэтому обязательно при сохранении жалоб на кашель, температуру и слабость более трех недель необходимо обратиться на обследование к участковому терапевту. На сегодня в Веновольском районе на учете у нас состоят 30 активных больных туберкулезом. Из них 18 – это бактериовыделители, то есть пациенты с открытой формой туберкулеза. 18 из 30 – это больше половины. И у нас один бактериовыделитель считается, что заражает в течение года до 15 человек. В этом году мы уже выявили 6 человек больных туберкулезом. Из них один – бактериовыделитель. По статистике, чаще всего заболевают мужчины из наших пациентов. У мужчины составляет 73%. И основную массу составляет неорганизованное население, то есть неработающие, но они трудоспособного возраста. Также следует знать, что туберкулез поражает не только легкие, он поражает любые органы и системы, кроме волос и ногтей. На сегодня для лечения туберкулеза в арсенале афтезиаторов у нас имеются современные мощные средства, противотуберкулезные препараты, которые приводят к полному излечению процесса. Нужно, конечно, понимать, что туберкулез, как и другое заболевание, легче вылечить, если выявить на ранних стадиях заболевание. Для этого необходимо проводить профилактику туберкулеза. Панкратион вошел в программу Олимпийских игр в 648 году до нашей эры. Легенды называют создателями панкратиона древнегреческих героев Тесея и Геракла. Тесей с помощью боевого искусства, совмещающего удары и борьбу, победил Минотавра. Геракл продемонстрировал технику панкратиона в свадке с немецким львом. Удивительный факт. Чемпионом по панкратиону был знаменитый древнегреческий философ и писатель Платон, ученик Сократа и учитель Аристотеля. Этот вид спорта, несмотря на свою богатую историю, популярен и сегодня. Есть свои чемпионы и в нашем городе. Подробности далее в сюжете. Ренат Латыпов, несмотря на свой довольно юный возраст, в спорте уже не новичок. Впервые в спортивный зал пришел 6 лет назад и с тех пор не представляет своей жизни без борьбы. В арсенале борца немало профессиональных приемов. 4 года Ренат занимался греко-римской борьбой. Сейчас вот уже 2 года осваивает такие виды спорта, как панкратион и грэппинг. Техника ведения боя в каждом виде своя, но объединяет их одно – сила тела, духа и жажда победы. В геокаримической борьбе нет захвата за ноги, ниже пояса. В панкратионе и грэппинге можно хватать за ноги, в грэппинге можно бороться хоть как. Тебе в каком очереди спорта знаете? В панкратионе. В нем можно играться и бороться. Мы ездили на первенство из публики в Шахстан, там я занял второе место. Потом мы поехали на Приворский федеральный округ, там я тоже занял второе место. Вот так и попал в двумы в Шахстан. Самое интересное для меня на Приворском федеральном округе – это спальня и борьба. В Муфе я уступил сопернику на чемпионате в Шахстане, а на Приворском федеральном округе я его победил 8-0. В копилке 14-летнего Рената уже 18 наград, медалей, грамот и кубков. Но самые главные победы еще впереди, считает и сам спортсмен, и его тренер Абдумумин Абдужаборов. Сейчас они готовятся к чемпионату России, он пройдет в Самаре в начале апреля, где Ренат Латыбов уже выступит в составе сборной республики Башкортостан. Ежедневные тренировки дают свои результаты. Ребята становятся крепче, увереннее в своих силах и настроены только на победу. По соревнованиям мы часто ездим. Например, в минувшую субботу 13 марта мы участвовали с командой из 25 человек в городе Ухель. В этом году соревнование имел статус Кубка Башкирии по спортивной борьбе Грэппи. Значит, результаты очень хорошие. Мы заняли 5 первых мест, 4 вторых и 3 третьих. А что касается спортивной борьбы Панкератион, в феврале был отборочный Кубок Республики Башкортостан. Одновременно отбор для состава сборной Башкирии для участия на Привольском федеральном округе, который проходил в городе Йошкар-Ола-Мариеве. И наши ребята двое, Илья Ефремов, Никита и Латыбов, Ренат, попали в сборную команду. Оба участвовали на ПФО. Ренат Латыбов вошел снова в сборную Башкирию, заняв на ПФО второе место. Мы приглашаем ребенка на все виды занятий, которые у нас есть, и ребенок остается там, где желает. То есть это комфортно, как сок, мультифрукт. Не отдельно апельсин, яблоко и банан, а мультифрукт, все вместе. Во всех секциях у нас задействована акробатика. Гимнастика и акробатика. Всего в спортивном клубе «Торнадо» занимается около сотни ребят. Самым маленьким спортсменом от 4 до 6 лет. Ребята осваивают сразу 4 вида боевых искусств. Конечно, не все воспитанники свяжут жизнь с боевыми искусствами, но каждый из них сможет постоять за себя и своих близких. С 14 по 25 марта в Республике Башкортостан проходит первый этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Акция направлена на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления. Любой человек может сообщить о безвестных ему фактах незаконного оборота или рекламы наркотиков. Вся поступившая информация обязательно будет проверена. Ни один звонок не останется без внимания. Конфиденциальность гарантируется. 23 марта к акции присоединились и волонтеры Дворца молодежи. Психолог Рушиня Габдрахманова рассказал ребятам о вредных привычках, их пагубных последствиях. Затем активисты отправились на улицы города. Они раздавали памятки и напоминали людям о том, что каждый может внести свою лепту в общее дело. Наши ребята активно участвуют в акциях такого рода. Им это очень интересно. Также мы решили провести социальный эксперимент. Давали конфеты детям. После социального эксперимента мы выявили, что большая часть детей идет на контакт, сами не понимая, что они могут взять в руки то, что угрожает их жизни. В конце хотела бы обратиться ко всем родителям. Убедительная просьба. Учитесь своих детей, что никогда не стоит брать ничего у незнакомых людей. Напомню, что звонки принимаются на единый республиканский телефон доверия 8-807-183 круглосуточно. В пятницу 25 марта в эфире Инаульского телевидения не пропустите праздничный концерт, подготовленный работниками культуры Инаульского района. На этом я прощаюсь с вами. Берегите себя, оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Сообщи о происшествии по номеру 112 и по возможности окажи помощь. Номер 112. Экстренная помощь в твоих руках.